И у нас в студии директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис. Евгений Петрович, добрый вечер. Так, будет ли встреча глав внешнеполитических ведомств Украины и России? Когда, где и какие уже есть, может, договоренности? Протягом последних дней отбываются очень интенсивные консультации. Вчера отбывалась встреча, телефонная разговора нашего министра с министром Лавровым. Также происходят консультации между страной ЕС, США и Россией. И планируется, что такая встреча может происходить следующего неделя в одни из стран Европы. Пока что про точную дату и месяц мы не можем говорить, потому что консультации продолжаются. Но мы надеемся, что такая встреча будет происходить. Вопросы, которые будут обсуждаться, уже сформулированы? Порядок денный также сейчас формуется. Но, конечно же, основной темой будет ситуация, которая сейчас склалася в украинско-российских отношениях. Это и аннексия Крыма, это и концентрация российских войск на кордонах с Украиной. И, конечно же, те события, которые сегодня происходят в северных областях Украины, которые, на наши переконания, инспированы российской стороной. Означает ли это, что уже есть какое-то потепление в отношениях? Ну, всегда диалог – это уже есть определенный позитив. Хоть и маленький, но крок. Если нам удается вступить в этот диалог, это будет кроком в правильном направлении. Но я пока не забегал бы наперед, не говорил про то, что удалось уже каким-то образом решить ситуацию. Но сейчас звучит очень много версий об угрозе вторжения со стороны России. Что известно МИДу об этом? Правда, сейчас ситуация на наших кордонах очень небезопасная. Сконцентрованы очень большие силы российских войск на северных и певнических кордонах. У нас это не может не вызвать заинопокоения. Кроме того, как я уже сказал, российские диверсийные группы очень активно працют в северных областях. Поэтому я думаю, что первый крок, который могла бы сделать Россия, это отверстие свои войска, чтобы создать условия для таких переговоров. А может ли случиться вторжение, несмотря на переговоры? На наметившиеся переговоры? Конечно же, мы не должны выключать любых сценарий, в том числе и этот сценарий. Хотя, конечно же, дипломаты – это остальные люди, которые могут рассматривать силовые сценарии. И мы все-таки сподіваемся на диалог, и то, что с трех переговорами нам дастся врегулировать ситуацию. А как Вы прокомментируете появившееся накануне заявление одного из представителей Совета Федерации о том, что Россия может направить свой контингент в Украину только в случае согласования с Советом Безопасности ООН? Ну, я бы не надавал бы какого-то такого значения этим заявам, потому что с боку России сейчас звучат дуже суперечливые заявы. Одни депутаты говорят о том, что сказали Вы, другие говорят о том, что существует закон, который позволяет президенту Путину в любой момент ввести войска. Эти суперечливые заявы, я думаю, нас мают змусить быть готовыми до будь-яких сценарий в развитии ситуации. Спасибо. Я напомню, мы общались со спикером МИД Украины Евгением Перебинисом.